Этот урод сделал мне ребенка и свалил другой девки, ему все равно. А зачем ты замутилась уродом, и когда он делал тебе ребенка, ты в это время типа его не делала? На эти и другие вопросы ты узнаешь ответы, досмотрев это видео до конца. И давайте поздороваемся. Добрый день! Ольга Стахова в свои 16 лет уже несколько месяцев отна растит своего маленького сына Артема. На последних месяцах беременности ее попросту бросил 24-летний муж Виктор Стахов. Очередная история про педофилов, как вы любите. Ребенок ему не нужен, ему нужен только один алкоголь. Да, алкоголь, алкоголь. А что ему еще оставалось делать? Нам показали две фотографии. На первой они только познакомились, и он нормальный паренек. А на второй день свадьбы он весь выкрученный. По-любому она ему мозги все вынесла. Теща с супругой постоянно угрожали ему тюрьмой или могилой. 22-летний парень знакомится с 14-летней девочкой и думает, о, а это неплохой Варик. Чтобы, эээ, сесть? Она сказала, что ей 18. Все против меня, б***ь, все. Вон, смотри, как довела. Забеременела я, мне было 15. Познакомились мы с ним, было 14 лет. То есть, когда знакомилась с мальчиком, ей было выгодно говорить, что ей 18. А сейчас ей выгодно говорить, что ей было 14. А когда забеременела, ей было 15. Она маленькая пиздунья. Мы сидели, выпивали пиво. Небо и сидели себе дальше, попивая пивко, но прибыли хранители правопорядка, которых вызвали соседи недовольные шумом. Хранители правопорядка обнаружили засосы на шее у пацана. У него увидели засосы на шее. Проведя экспертизу, полицейские антропологи обнаружили, что засосы принадлежат 14-летней Ольге. Повторная экспертиза показала, что засосами дело не ограничилось. Ох уж эти малолетки с их засосами. Ну, если парня посадят, то в тюрьме ему расскажут, где нужно делать засос и многое другое. А когда первый-то случился после знакомства? Интересно просто. Через два дня вроде. Ну, хоть не через два часа, но том, хорошо. Мы купили новую квартиру. Ну, когда у тебя очень вокалист группы Рамштайн, новую квартиру купить несложно. Ну, то есть, мама на меня переписала квартиру свою. Серьезно, совершенно непонятно, зачем взрослая женщина переписывает свою квартиру на подростка, который с 14 лет занимается сексом с взрослыми мужчинами. Он взял кредит. С кредита он купил нам кольца. В передаче «Беременна в 16» Челс и своей залетевшей девушкой сидели в кафе, и он ей сказал, что кофе – это дорого, и отказался платить. А потом вытащил сушку и сделал ей предложение. А она еще согласилась. Так что у нее же ничего плохого. А потом он сказал то, что хочет ребенка. Когда у людей нет денег на кольца, что нужно сделать? Родить ребеночка, конечно! На протяжении полугода мы его планировали. Планировать – это так, так или так. На это и не хватает корейца. Мама нам давала деньги. Ваша мама. Да, и у меня пенсия по потере кормильца. Ну, всякие ситуации в жизни бывают. Вон, парень планировал полгода. Работать не мог, наверное. А теперь переместимся с вами в Чичулино. Пожалуй, достаточно. Да, мы просили тысячу рублей, но даже тысячу он нам не дал. Врет и даже в камеру не смотрит. Потом она на передаче скажет, что он давал пять тысяч. Да вы посмотрите на выражение его лица. Я же тебе давал пять тысяч. Ничего ты мне не давал! Муж, которого звали Витя, оказался алкозавром. И сразу после свадьбы он начал неистово бухать, потому что, господи, нужно же оплакать потерянную свободу. Пьяненький Витя пытался все время сбежать из дома. Мне приходилось дверь закрывать на замок, чтобы он не уходил к своему другу. Как хорошо, что в жены Вите досталась такая умная маленькая девочка. Она запирала буйного алкозавра в квартире, чтобы он не покалечил себя и не сбежал. Раз пытался выломать эту дверь, открывал замок, но у него ничего не получалось. Это металлическая дверь с закрытым замком. Она создана для того, чтобы пьяный человек не смог ее сломать. Чего тут удивительного? На этом Витя не остановился и решил самовыпилиться прям фееричным способом. Напился и открыл газ. Хорошо, что пацану не удалось это сделать. И да, если вы собираетесь самовыпилиться, то не ввязывайте в это ни в чем не повинных людей. Хватился за нож и начал накидаться с нами ножом. Открыл газ, бросился с ножом. Но все же в итоге хорошо, никто не пострадал. И на этой камере была его голая девушка, которая светилась, не стесняясь ничего. Сейчас бы обсудить, настоящего девушки грудь или нет. Пишите в комментариях, как вы думаете. Он же никогда не исправится и не будет хорошим отцом. Ну а что вы хотели? Вон какой-то наркоман. Волсы длинные, весь в наколках. Алкаш-наркоман. Все время, пока я с ней жил, жил под угрозами. Вот парень наконец выбрался из ее плена. Постригся, смыл наколки и сейчас расскажет правду. Саня приходила ко мне в состоянии алкогольного опьянения. С подругами, с алкоголем. Ну так все сходится. Оля сказала, что Витя кто? Алкозавр. Витя говорит, что Оля приходила к нему с алкоголем. У нас маленьких девочек как учат? Тебе нравится, допустим, мальчик. Тебе нужно узнать, какие у него интересы. И разделять эти интересы. Вот, пожалуйста, все работает. Точно я у нее не первый. Это могут сказать все мои друзья. У парня есть друзья. У плохих людей не бывает друзей. Так что он хороший, все логично. Витя пытается нам всем доказать, что Оля досталась ему не девственницей. Аргументами является то, что Оля выкладывала фотографии в инстаграме, в лифчике и в чулках то же самое время. Витя вообще ходит без лифчика? Потому что я с несовершеннолетним переспал. Так. Ну я от вины не уходил. В смысле он не уходит от вины? Одна ночь с ребенком в нашем государстве стоит 1400 ночей в компании незнакомых дяденек. А Витя прекрасно устроил свою жопу в компании какой-то голосистой женщины. Эй, Витя, ты чё? Слушайте, что же вы там такое творите в постели? Чудеса, что у вас бабы содержатся? Дело в том, что в наших широтах просто принято иметь рядом хоть какого, любого, можно убогого мужика. Потому что сейчас же послевоенные годы, мужиков не осталось. А, не-не-не, 75 лет прошло, нарожали новых мужиков, нормальных девчат, реально. Потом она приехала, и тут в соседней комнате находится мой коллега. Коллега-педофил тут как тут. Меня не целовал внимания, мне никакого не было вообще. Это претензия к коллеге? Позвонили, Оля едет рожать, а мне, п***, пусть ей делать, чё хочет. Да, наверное, он что-то другое имел в виду, просто она и так поняла. Она это играла, где переспали. Насколько конченый Витя, мы можем судить по тому, как он рассказывает о сексуальных умениях 14-летнего ребёнка. Такое себе было лучше. Дальше нам показывают, как Витя феерично готовит бургеры на кухне, покрытые говном. Ну, ты что, устал я? Ну, всё против меня, ах, всё. Эта сцена, как будто он плачет в тюремной камере, и мужчина с маникюром берёт его за руку и сейчас будет успокаивать. Хотел сфотографироваться на коленях и послать ему эту фотографию? Да, и он мне тогда скинет денег. Вы это попросили? Да. Да, нельзя просто так давать деньги детям, это их разбалует. Нужно показать, что деньги просто так не достаются, и их нужно заработать. Просто так отдаёте? Да, просто так. Сложная жизненная ситуация. Я хотела в роддоме отказаться, но потом подумала, что кто-то хочет ребёнка. Папе ребёнок не нужен. А тебе самой? Просто у меня отвращение к этому ребёнку. А родители? Мама? Помочь с ребёнком? Папа у меня умер, а маме не надо. Ей уже 52. И мама знает, что ты отказ будешь делать? Да. А фото с животиком сможешь? Мы через твой отказ усыновим. Главное, чтобы мама не против была. Она не против. Бей его, мама, бей. Что ты, ты? Девочка хотела отдать ребёнка незнакомым людям. Девочка говорит маме бить, и мама бьёт. Хотя до этого мама писала согласие на брак. Бесконтрольная малолетка. Бедный парень. Если он напивается, делает шлем, жуёт бумагу и забоев. Напивается и жрёт бумагу и забоев? А ты докажи. Скажите, пожалуйста, а зачем вы дочери сигареты привозите? Так она курит. Чёткий вопрос, чёткий ответ. Зачем вы дочери героин носите? Так она колется. Зачем вы отпускаете 14-летнюю дочь на вписке ночью бухать и ебаться? Так она ебётся. Кстати, о школе. Он прям плакал. Он прям плакал, что ничего не может сделать. Замуж школы, в которой училась Ольга, пошла, значит, с Коль домой и встретила там 24-летнего Витю, который упал ей в область между сисек и начал ныть и рассказывать, какая у него тяжёлая жизнь. И, конечно же, как и в любой другой ситуации, Завуж пожалела 24-летнего мудака и решила, что во всём виновата злая 14-летняя потаскуха. Да. Виновата жертва? Стандартная херня. Какое вообще хреново дело учительницы из школы Оля до того, с кем ездит забирать зарплату, незнакомый её 24-летний мудак. Привычка засунуть нос в каждую жопу вне кабинета школьного остаётся, да? Дальше учительница предполагает, что мама с дочкой сговорились и специально забеременели, чтобы удержать Витю. Конечно, мама и девочка тоже весьма ку-ку, но ни необразованность мам, ни фотографии в лифчике в Инстаграме, ни что из этого, ни то, что она употребляет алкоголь или курит, это всё не является обстоятельствами, дозволяющими 22-летнему парню спать с 14-летней девочкой. С мужчиной живёт она, 32 года. Ну, наконец, она врубилась, что у 32-летнего чела, скорее всего, больше денег, чем у 22-летнего, и не нужно к нему приходить со своей мамой на работу в день его зарплаты и отжимать последние гроши. Я приехала забрать Тёму к себе. Ещё кто-то нарисовался. У ребёнка есть мама, папа, бабушка. Теперь ещё какая-то тётенька появилась. Я всё равно добьюсь того, что я его заберу. А тем временем у нас в студии какая-то полоумная женщина, мать 35 детей, которая хочет забрать ещё чужого ребёнка, несмотря на то, что у него есть как бы мамка, папа, бабушки, дедушки. Типа, поливать вообще. Я заберу его любой ценой. Он будет моим. Я его ни разу не видел, но он будет моим. Эта женщина является Вите никем. Соответственно, и ребёнку тоже он является никем. Так что Кисуль – единорожай сама. Я знаю, каково воспитывать правильность детей. Я знаю, каково воспитывать правильность детей. Хотят забрать ребёнка в свою нормальную семью? У неё муж алкоголик. Куда я ребёнка? Муж – это мой муж. Да, алкоголик. А можно, пожалуйста, сначала разобраться с мужем и алкоголиком, а потом чужих детей к себе в семью забирать? На основании того, что они ещё сами дети... О, ура! Кто-то вспомнил, что мама Артёмки – маленькая девочка, которую снашал взрослый дядя Витя, который ребёнком не является. У бабы основательно слетела кукуха от жизни с алкашом, вероятно. Кстати, там на фоне кто-то начал шмыгать носом. Это мама Оли Анастасии. Он его видел два раза. Чё-то не ёкает сердечко от твоих слёзок, Настенька, сорян. На каких основаниях? У него есть мама и папа у этого ребёнка. Вы-то здесь при чём? Этот мужик в очках, кстати, всё время что-то дельное говорит. Он, наверное, сидит и думает, типа, зачем я тусую среди этих маргиналов? Лучше бы я дальше в бандитов с Нагеевым играл. Википедия раскрыла мне тайну личности Александра Гордона. Оказывается, он актёр. В 2017 году он, кстати, играл в фильме «Дно». Ну и, собственно, «Дно» наблюдает перед собой в 2020-м в студии. Я избивала. Это правда, тётя Маша? Они не нужны им. Эта слезливая, завуалированная демонстрация татуировки на руке напомнила мне песню Валентина Стрыкова «Я ночью плачу и дрочу». Соли ждём совместного ребёнка. А вот и этот 32-летний чел, у которого, скорее всего, больше денег, позорится на всю страну. 32-летний Виталик делает девушке предложение, несмотря на то, что она замужем за педофилом Витей. Очень запутанно, очень. Вы женаты? Да. Да, сын у меня есть. А жена знает про весь этот пиздец, бедная женщина. Вы счастливы, Анастасия? Очень счастливы. Будьте бабушкой ещё раз. Дети цветы жизни собрал и подарил бабушке. Я бы на месте соседей вместо органов опеки вызвал бы органы депортации орущих и ебущихся по ночам малолеток. Этой истории я вообще не увидела ни одного здравомысливающего человека. Я тоже кисуль. Вы такой самый настоящий маленький паразит. А чтобы завершить выпуск на позитивной ноте, я покажу вам фото пёселя. Подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok